МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Главное сегодня. О чём рассказали телекомпании премиуси очевидцы бомбёжек хуторов Ростовской области. Одно из поселений Обливского района принимает участие в конкурсе на звание «Лучшее поселение области». И насколько школы Миллеровского района готовы к новому учебному году? Репортаж наших коллег об одной из них. Ситуация на Украине остаётся сложной. Бои идут в непосредственной близости от российской территории. Жители некоторых хуторов Куйбышевского района Ростовской области уже пострадали от снарядов украинской армии, ведущей борьбу с ополченцами. На месте побывала съёмочная группа премиуси и поговорила с очевидцами. Хутор Заречный и раньше был немноголюдным, а сейчас и подавно почти никого нет. С Андреем Зинатулиным и его супругой Антониной мы познакомились недалеко от Заречного. Здесь спасётся их небольшое стадо. Сами они из хутора Репяховатого. Недавно переехали в Куйбышево. Пришлось уходить, но даже ночью оттуда. Как раз бомбёжка была премиусский, всё горело. И нам, по-моему, одна попала, тоже всё выгорело, всё поле, всё пастбище. Ну и до этого, ну мы ещё держались, до этого тоже было, мины к нам падали. Кстати, вот смотрите, вон фосфорные висят. Это украинские самолёты. Они сбрасывают, они высоко летают, потому что их сбивают с пузырька ополченцы. Они выше берут, с высоты 10 тысяч метров, оттуда бросают фосфор. И вон видно, как он падает. Ну, мы наблюдаем здесь военные действия в полном масштабе. Тут вот Кожевня, когда бои были, а мы выходишь на бугор перебивать скотину, и видно, идёт Кожевня, там бои, ближе-ближе к нам взрывы, ближе-ближе. Уже раз и смотрим, премиусский. Потом к нам начали падать. Между новой таможней русской и между нашим хутором в поле, прям несколько мин упало. События на границе добавили забот руководству Куйбышевского района. Глава района Александр Криворотов и сам попадал под обстрел, но считает, что месту паники быть не должно. Обстановка напряжённая, но не такая, чтобы паниковать. Но для отдельных людей, проживающих в селе Примиусском, хуторе Примиусском, она очень сложная. Вот буквально за прошедшую неделю и дни последние, в конце недели, там была бомбёжка, прямо во дворах, в огородах, при домах. Хорошо, что не попало ещё в здание. Были разрушительные взрывы. Благо, что мы своевременно людей эвакуировали, они уезжают. Но живность оставляют. Снаряды попадают в огороды. Недавно разгромили пасеку. Ущерб хуторянам, основная статья доходов которых, личное подсобное хозяйство, наносится ощутимой. Страдают и фермеры. Сложный вопрос. Тут ещё уборка нам предстоит. Одну еле-еле одолели. И то у нас 110 гектаров сгорело. Это почти около трёх миллионов. Рудаков Андрей. Рудаков Андрей – это коллективно-фермерское хозяйство. Парень и кредиты брал. Ему же надо было. Ну, губернатор Василий Юрьевич. Я отправил письмо. Согласовали вопрос с министром сельского хозяйства, с замглавой по сельскому хозяйству Василенко и Рудаковским. Ну, Василий Юрьевич сказал, что вот он видел по телевидению, как это горело, как раз телевизионщики к нам приезжали. Мы снимали эти пожары. У нас и лес сгорел, и поля горели. У нас сгорело от вот этой войны непонятно какой, неразумной. Наверное, около 500 гектаров в общей сложности. В режиме готовности к экстренным ситуациям работает Куйбышевская больница. Главный врач Виталий Фомин в отпуске, но работа такая, что не отпускает. Сегодня ночью в нашу больницу с таможенного пункта пропуска поступили четыре гражданина Украины, представители так называемого ополчения, с ранениями, полученные в результате боевых действий. Ранения классифицируются как минновзрывные, осколочные у двоих пациентов, были диагностированы повреждения грудной клетки у других двух человек, осколочные ранения конечностей. Данным лицам в экстренном порядке была оказана необходимая медицинская помощь, и для дальнейшего лечения они были переправлены в город Ростов-на-Дону. Галина Запорожцева, Руслан Трофимов, телекомпания «Премеусия». Карайчевское сельское поселение в числе других заявило о своем участии в областном конкурсе на звание «Лучшее поселение Ростовской области». В конце июля в Облевском районе работала оценочная комиссия, в которую вошли специалисты областной администрации. Об оценке работы местных органов власти расскажет телекомпания «Навигатор». Конкурс создан с целью вовлечения населения в решение вопросов местного значения. Губернаторам Ростовской области Васильевичем Голубевым уделяется большое внимание развитию местных инициатив, поддержке развития сельских территорий. Так как это форма поддержки у нас грантовая, то выделяются значительные денежные средства из областного бюджета на стимулирование деятельности органов местного самоуправления и поддержку администрации. Начались беседы в кабинете главы поселения Лидии Прищепа, а затем она на правах хозяйки провела экскурсию по населенным пунктам, расположенным на территории поселения. Парк в центре хутора Карайчева напротив здания администрации заложен нынешней весной в день древонасаждений. Молоденькие каштаны – отличный посадочный материал, районированный для северо-восточного климата. Саженцы прижились. Лидия Ивановна строит планы установить здесь детскую площадку и обустроить уголок отдыха для хуторян. Ему еще хочется вот здесь сделать красивый центр, дорожки. То есть вы здесь хотите как бы развивать как центральную территорию, место досуга, проведение? Да, досуга, да. Одна детская площадка уже есть в этом поселении. В день защиты детей ее открыли в хуторе Кирееве. Благодаря настойчивости главы Карайчевского поселения, обратившейся за помощью к депутату законодательного собрания Игорю Пятигорцу. Члены комиссии проехали по территории поселения, отметив недавно оборудованное уличное освещение, ремонт памятников и монументов, установленные информационные стенды, выкашенную траву на обочинах хуторских улиц и дорог, чистоту возле дворов и обилие цветников. Сегодня мы побывали в Карайчевском сельском поселении. Хотелось бы отметить работу местной администрации по решению вопросов благоустройства и озеленения территории. Основное направление там. Основные итоги конкурса будут подведены в сентябре месяце. Будет проведено заседание конкурсной комиссии и будут определены территории в каждой категории. Это первое, второе, третье место до трех тысяч человек и первое, второе, третье место свыше трех тысяч человек. В этой категории предусмотрена форма поддержки. Первое место это 3,2 миллиона, второе место 2,7 и за третье место 2,1 миллион рублей. Карайчевцы надеются на победу. Это их третья попытка участия в конкурсе. Приобретенный опыт помогает поселению развиваться, ставить новые задачи и успешно воплощать в жизнь задуманное. Надежда Перепелица, Михаил Космынин, специально для Южного региона. Далее коротко о том, что еще интересного произошло в Ростовской области. В Милерово поступил очередной груз гуманитарной помощи беженцам из Украины. Представители Совета молодых депутатов при законодательном собрании Ростовской области и руководство города выгружали коробки с самым необходимым – крупой, водой, консервами, тушенкой, мукой. Помощи, которая оказывается населением района, недостаточно. Поэтому Совет молодых депутатов организовал поставку продуктов, а также стиральной машины. Ежедневно поток беженцев на приграничную территорию, в том числе и в Милеровский район, увеличивается. Поэтому такие благотворительные акции со стороны депутатов, предпринимателей, руководства местной власти и населения будут продолжаться. А на автодроме Новошахтинска провели конкурс по классическому автомногоборию, посвященный 75-летию города. Участниками были юноши и девушки с водительскими правами и без. Они преодолевали на автомобиле 11 препятствий разной степени сложности по всем правилам дорожного движения и на время. Цель данного мероприятия – популяризировать здоровый образ жизни, возможность показать навыки и умения вождения и произвести отбор конкурсантов на областные соревнования. Отлично справились со всеми заданиями в возрастной категории от 16 до 18 лет Александр Лавриненко – абсолютный чемпион, Никита Царев и Артем Яценко. В категории от 18 до 25 лет победу одержал Сергей Куркин, второе место занял Тимофей Жерников, третье место у Евгения Карасева. Девушки разделили призовые места таким образом. Первое место заняла Алла Смирнова, второе у Татьяны Амельяненко, третье – у Евгения Месяченко. Всех наградили ценными призами, предоставленными муниципальной программой «Молодежь не святая». Подготовка к новому учебному году. Такая задача сегодня стоит перед коллективами учебных заведений области. В одной из школ Миллеровского района побывали наши коллеги из местной телекомпании. Вот о чем они рассказывают. В Сулиновской школе в эти жаркие июльские дни ребячих голосов не слышно. Смена детской здоровительной площадки закончилась в июне. Сейчас в помещении идут ремонтные работы. Светлые просторные классы, а в их данном образовательном учреждении 14 уже приведены в порядок к новому учебному году. Ремонтные работы у нас, как обычно, проводятся после того, когда завершается работа летней оздоровительной площадки. Летнюю площадку в этом году мы закончили 28 июня. Детки отдохнули и пришли на работу технички, старшеклассники. Работали активно. Котельная тоже практически на стадии завершения находится. Там остался косметический ремонт сделать. Рассчитываем только на деньги бюджета. Те деньги, которые выделены были, мы их практически все освоили. Свежая краска на полу и стенах кабинетов и коридоров. На втором этаже ремонтные работы уже завершены. На первом же продолжается покраска стен. Сотрудницы школьной столовой Ирина Поддубная и Елена Пермякова приводят в порядок пищеблок. В целом, косметический ремонт в помещении столовой уже выполнен. По словам директора школы Галины Поддубной, к первому сентября они готовы и в плане учебной литературы. Оснащенность ею на 100%. Сейчас идет поступление учебников для пятых классов по программе нового федерального государственного стандарта. Штат педагогов также полностью комплектован. В этих стенах созданы все необходимые условия для комфортного преподавания и обучения нынешних и новых учеников. На сегодняшний день могу сказать, где-то в пределах 93 ученика должно прийти, но цифра эта может измениться в связи с тем, что у нас вот здесь мы в приграничной зоне находимся. Очень много деток приехало из Луганска к бабушкам, к дедушкам подходят ко мне родственники, спрашивают, примем ли деток. Обязательно примем. Большое внимание коллективам школы уделяется и благоустройству территории. В жаркие дни поливаются цветники, приведены в порядок и старые деревья, на аллее вдоль учебного заведения. Осталось половина лета, которое пролетит незаметно быстро и для детворы, и для педагогов. И двери Сулиновской школы вновь распахнутся для ее учеников. Это все новости к этому часу. Вы смотрели «Главное время местной» вела программу Таисия Киргеева. До встречи в понедельник в вечернем информационном часе. Не пропустите наш выпуск в 20.45. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова